За две недели мы привлекли полторы тысячи пользователей и заработали несколько десятков тысяч. Интерактив, игрофикация и матрешка Маня. Девятиклассник Азат Хасаншин из Альметьевска презентует свой проект онлайн-школы русского языка. У нас есть президентский статус, это дополнительные функции, курс, где за тысячу рублей вы получите. Рядом с Азатом его конкурент, шестиклассница Велина Мазитова. Она предлагает изучать русский с помощью телеграм-бота. Мы сделаем как онлайн-репетиторство. От вопросов школьных к делам взрослым. На Казан стартап-уикенд рассказывают и слушают уже и действующие бизнесмены. Ильнас Гайдершинов в свои 19 помог упростить судебный процесс. Допустим, девушке нужно оформить алименты. Она может через нас заполнить одну заявку, прислать нам фотографию двух документов и через 17 дней забрать готовый судебный приказ. В IT-парке IT-развлечения. Во время Казан старта уикенд школьники, эксперты и вот даже журналисты могут отдохнуться в поток информации, самое главное не отключая виртуальное мышление. Но уикенд здесь не значит выходной, а время личностного роста, продвижения идей и, конечно, поиска инвесторов. Общий объем сделок, которые были реализованы и совершены в течение трех лет предыдущих проведения Казан стартап-уикенда, это около двух миллионов долларов. Без сделок не обойдется и в этот раз, уверены как бизнесмены, так и инвесторы. Презентация 20 лучших стартапов пройдет в это воскресенье. Слава Тухмадулина Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Слава Тухмадулина Рамзельгарипов, ТНВ.